Аптека для бережливых Бережливых заботится о вас Здравствуйте, в эфире Первого городского службы новостей город в студии Алексей Колодкин Чем запомнился этот конец недели в жительном городе, что больше всего обсуждали в пятницу Узнаем в ближайшие полчаса, ну и вот о чем пойдет речь далее Еще два месяца под стражей в страшной аварии под Квартийском до сих пор не поставлена точка Как сейчас себя чувствуют пострадавшие и что, говорит виновный Небывалая ажиотажная игру Балтики или желание посмотреть на новый стадион За билетами на пробный матч выстроилась огромная очередь Контрастный душ, кофе и воздержание от прогноза погоды Что помогает тем, кто страдает от резкого перепада температуры Уловимый гонщик в центре города поймали машину, которая была в розыске, но правда непонятно за что Соблюдение скорости не для них, да и красный сигнал светофора горит для других В редакцию Первого городского пришла очередная видеоподборка аварий и скандалов на дороге Ну и переходим к главной теме Упал с крыши и разбился насмерть В Калининграде погиб 19-летний студент ЧП произошло в одном из излюбленных мест гуляний местной молодежи в Доме Советов Как уточнили в Следственном комитете, сообщение о происшествии к ним поступило поздно ночью Тело Калининградца нашли на площадке возле Дома Советов Уже проведен осмотр места случившегося, а также опрошены всевозможные очевидцы В ближайшее время эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу И только после этого вынесут окончательный вердикт Тогда же станет известно, что на самом деле могло произойти на крыше Дома Советов И в продолжении темы происшествия Виновнику смертельного ДТП под Гвардейском продлили заключение еще на два месяца Теперь мужчина проведет под стражей в общей сложности 8 месяцев, ожидая суда Напомним, 22 сентября страшная авария унесла жизни 7 человек Еще 10 получили травмы и были госпитализированы Некоторые пострадавшие до сих пор находятся на лечении Мы решили связаться с одной из пострадавших, Валентиной Адаричевой И узнать, как сейчас себя чувствует девушка Пока я нахожусь все еще дома на стационарном лечении На ноге так еще и есть аппарат Ализарова Пока еще не сняли его Кости пока плохо срастают, возможно, буду опять лежать в больнице Как долго продлится лечение и когда Валентина вернется к нормальной жизни, пока неизвестно Ведь на восстановление нужны не только силы, но и деньги А девушка до сих пор находится на больничном Тем временем водитель Мерседеса полностью признал свою вину И сейчас сотрудники прокуратуры и сам обвиняемый Внимательно ознакомятся с материалами уголовного дела В настоящее время срок содержания обвиняемого под стражей продлен В связи с необходимостью ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела Уголовное дело состоит из 7 томов В настоящее время сбор доказательственной базы в полном объеме завершен И по ознакомлению участников процесса с материалами уголовного дела Дело будет направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением для утверждения Напомним, в феврале арест уже продлевали на месяц Срок закончился как раз сегодня И начиная с этого дня водитель еще два месяца будет находиться под стражей По предварительной информации водитель внедорожника не справился с управлением И врезался в микроавтобус, который, к слову, привозил пассажиров нелегально Расследование до сих пор продолжается Тем временем помощь неравнодушных калининградцев требуется и маленькой собаке Пекинес по кличке Муся нуждается в лекарствах у животного серьезное заболевание У владельца собаки, пенсионерки Нины Ивановны, таких денежных средств просто нет Владелица Пекинеса инвалид Нина Ивановна перенесла инсульт, после этого она не ходит Животные, как известно, чувствуют боль своих хозяев Вслед за пенсионеркой заболела и сама Муся Соседи Нины Ивановны отвезли Пекинеса в ветеринарную клинику Ей поставили страшный диагноз – венсаркому Проще говоря, опухоль Врач предложил усыпить собаку В другой лечебнице сказали, что у животного есть надежда на спасение Но только выздоровление Муся обойдется совсем недешево Вся пенсия женщины уходит на еду и лекарства Денег на дорогостоящее лечение у Нины Ивановны нет Но и смотреть, как мучается любимое животное, пенсионерка тоже не может Если у вас есть возможность хоть как-то помочь Мусе То звоните по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах Или к нам в редакцию по номеру 555-085 Ну и переходим к другим темам прогуляться по берегу моря В предстоящие выходные смогут все 24 и 25 марта Калининградская железная дорога пустит поезда с дополнительными вагонами По двум самым популярным направлениям – Светлогорском и Зеленоградском Виной всему прогнозы синоптиков По их данным, уикенд выдастся по весеннему теплым Ознакомиться с подробным расписанием электричек можно на официальном сайте КЖД Ну а наш эфир продолжит новости короткой строкой Калининградцам с проблемами почек профинансируют проезд до медучреждений Речь идет о жителях, вынужденных ездить на процедуру гемодиализа Как пояснила министр социальной политики Анжелика Мастер Больные смогут получать ежемесячное пособие Его размер рассчитают индивидуально Минимальный составит 1040 рублей, максимальный – 10500 рублей 2 на 2 – 4, а 50 на 160 Калининградцев проверят на знания математики Всероссийская контрольная, что и требовалось доказать, пройдет уже в эту субботу, 24 марта Место встречи – корпус БФУ имени Канта на улице Невского Проверить свои способности можно будет с 11 до 12 часов дня А теперь новость для калининградских автомобилистов Уже в ближайшее время по восточной эстакаде сможет проехать первый транспорт Правда, в марте речь идет только о спецтехнике Как рассказали в правительстве, запуск технического движения, а значит, для любого водителя назначен только на апрель Окончательно сдать объект рабочие обещают к началу лета Рыба есть, но пока что очень мало Организаторы перенесли день корешки в Светлогорске Из-за резкого ухудшения погоды праздник планируют провести 7 апреля В этот день жители и гостей курортного города обещают накормить несколькими тоннами морского деликатеса Тем временем аргентинский футболист Диего Марадона считает, что золото на чемпионате получит Германия или Испания, сообщает Интерфакс Обе сборные уже становились чемпионами мира, Испания один раз, а Германия четыре О других новостях о подготовке к одному из главных спортивных мероприятий этого года расскажем далее Такого ажиотажа на матче Калининградской Балтики не было давно Как сообщают организаторы, болельщики покупают сразу по 10-12 билетов Их только начали продавать, а заявки от организаций уже превысили установленный лимит в 10 тысяч человек, сообщили в прислужбе Балтика Напомним, такой ажиотаж вызван игрой калининградской сборной, которая сыграет с Самарским клубом «Крылья Советов» 11 апреля на новом стадионе К слову, за сегодня все 3,5 тысячи билетов уже раскупили, но новые появятся в продаже уже в понедельник, 26 марта Как в Нью-Йорке, калининградских таксистов к предстоящему чемпионату планируют уговорить перекрасить авто в желтый цвет Такие планы озвучил спикер регионального парламента Марина Аргеева По словам чиновника, в области уже два года установлена цветовая палитра для таксистов Но те, кто успел получить лицензию до января 2017-го, вправе ее не соблюдать Именно с этими бизнесменами и намерены встретиться парламентария Тем временем калининградские таможенники встретились с польскими коллегами На повестке дня, конечно же, подготовка к проведению чемпионата Как стало известно, основной наплыв болельщиков ожидается в пункте пропуска Мамонова-2 к жеходке Поэтому в дни матча там планируют применить реверсивную схему движения Что почти в три раза повысит пропускную способность Поляки со своей стороны пообещали также задействовать все возможные резервы Тем временем оплатить проживание в гостиницах болельщики смогут не только картой, но и при помощи криптовалюты Сеть апарт-отелей в Калининграде и на побережье Балтийского моря готова предоставить такую услугу Мы стараемся идти в ногу со временем, отмечают управляющие гостиницы К слову, криптовалюты сейчас пользуются повышенным интересом Калининградская погода снова полна сюрпризов Уже в пятницу снег сменился солнцем, но столбик термометра уверенно пошел вверх Вместе с прогнозом меняется атмосферное давление На этой неделе оно снова упало и уже снизилось до 754 мм ртутного столба При том, что норма это 760 Наш корреспондент Оксана Тиванова решила узнать, как вырваться из плена, метеозависимости И почему лучше не смотреть прогноз погоды Также, какие три вещи обязательно нужно сделать, если вы реагируете на осадки Или их отсутствие, которое вызывает у вас головную боль Всем здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами об атмосферном давлении На этой неделе оно вновь упало И, конечно же, не понаслышке знают об этом метеочувствительные люди А именно гипотоники То есть те, у кого и без того пониженное давление Я сама из таких людей И, вы знаете, мне кажется, мы своего рода барометры Именно по нам можно определять, в норме давление или нет Я вот точно знаю, что если голова начала болеть Или просто плохо себя чувствует Значит, с давлением что-то не так Ну что ж, поделай, такая вот особенность организма Но это не главное Важно знать, что делать в таких случаях Ведь работу никто не отменял И нужно всегда держать себя в форме Несмотря на подарки судьбы Чудо-эликсир от метеозависимости пока что еще не изобрели Кстати, врачи вообще не считают ее болезнью Поэтому я решила узнать Что же все-таки нужно делать при понижении атмосферного давления Ну, во-первых, если вы поняли это, как проснулись То скорее бегите в ванную и принимайте контрастный душ Во-вторых, выпейте на завтрак чашечку кофе Даже если вы этого никогда не делаете В-третьих, не пренапрягайтесь Лучше всего снизить физическую нагрузку В-четвертых, пейте побольше жидкости Лучше всего, если это будет зеленый чай с медом Ну и в-пятых, делайте дыхательную гимнастику Если уж совсем ничего не помогает То стоит обратиться к врачу Ну вот несколько советов, которые помогут вам держаться в форме Берегите себя и следите за своим самочувствием И пусть и ваше, и атмосферное давление будет всегда в норме Оксана Тиванова, служба новостей город И это еще не самая интересная информация И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска Уловимый гонщик В центре города поймали машину, которая была в розыске Но непонятно за что Соблюдение скорости не для них Да и красный сигнал светофора горит для других В редакцию первого городского Пришла очередная видеоподборка аварий И скандалов на дороге Вышел на пенсию Отметил день рождения И наконец-то пришла долгожданная весна Какими хорошими новостями Калининградцы делятся с первым городским телеканалом Ну а теперь полезная информация от наших партнеров Не переключайтесь, реклама пройдет быстро В эфире служба новостей город И мы продолжаем В Австралии в заливе Хэмилин На берег выбросилось 150 дельфинов По данным местных СМИ Умирающих млекопитающих рыбаки Обнаружили 23 марта 15 дельфинов еще живы Их специалисты и добровольцы Будут пытаться вывести на глубину Сейчас пляж закрыли для отдыхающих Экологи беспокоятся, что запах сотни туш Привлечет к побережью акулы О том, какие происшествия случились в нашем регионе За минувшие сутки, расскажем далее Эфир продолжит рубрика «Место происшествия» В Гвардейске полиция подозревает безработного В организации наркопритона у себя в квартире По их данным, 45-летний калининградец Регулярно пускал к себе наркозависимых Для приготовления и употребления запрещенных веществ Заведено уголовное дело Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы В аэропорту Храброва Снова с рейса сняли пассажира в алкогольном опьянении 34-летний житель Волгодонска должен был лететь в Санкт-Петербург По данным полиции, на нарушителя был составлен протокол Ему грозит штраф до 1500 рублей Или арест до 15 суток Такие истории не редкость в нашем аэровокзале Крайний раз рейсы снимали пьяного пассажира на прошлой неделе На границе с Польшей задержали калининградца, который пытался провести 257 упаковок сыра По данным сотрудников таможни, польский сыр общим весом более 390 кг находился в 9 сумках в багажнике Весь товар был не задекларирован Как пояснил мужчина Тойоты, молочный продукт он купил для личного употребления Зима по-прежнему не хочет сдавать свои позиции Жители Калининграда и области, в которой сутки фиксируют последствия аномальной погоды в виде ДТП и экстремальных маневров на дороге Предлагаю посмотреть, какие коллапсы произошли за минувшие сутки На улице Суворова в пятницу утром столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Как всегда, дорогу не поделили или в торопях с утра друг друга не заметили Спорят в комментариях пользователи А вот настоящая погоня развернулась на Советском проспекте Полиции сообщили, что разыскиваемый черный джип движется в сторону площади По словам сотрудников УМВД, подозреваемый автомобиль задержали уже возле мэрии Но вот что натворил водитель авто, пока так и не ясно А на этих фото видно, как прямо во дворе жилого дома эвакуируют автомобиль По мнению автора, припаркованное возле гаража авто мешало выезду И потерпевший, возможно опаздывающий на работу, не придумал ничего, кроме как позвонить в ГАИ и вызвать эвакуатор Ну и если вы стали очевидцем происшествия, на дороге снимайте видео на регистраторы или любые мобильные устройства И присылайте ваши кадры к нам в группу ВКонтакте Адрес вы сейчас видите на своих экранах, но мы переходим к другим темам Тем временем калининградские бизнесмены перестали страховать имущество своих компаний Такие данные озвучила торгово-промышленная палата Уточнив, что на более 50 тысяч областных предприятий приходится всего 3 тысячи договоров страхования О других новостях из мира экономики и бизнеса расскажем в нашей постоянной рубрике «Бизнес новости» Партнер рубрики «Бизнес новости» строительная компания «ТМК Калининград» Официальный дилер производственного предприятия «Тамак» Начинаем традиционно с зарубежной новости Дональд Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая Президент США уверен, что ранее они привели к серьезному дефициту экономики страны Теперь же, по прогнозам аналитиков, серьезные потери понесут китайцы По предварительным подсчетам около 60 миллиардов долларов Ну а наша страна подарит Кубе служебных собак Как уточнили власти, на остров Свободы отправят четырех немецких овчарок Все они на сегодняшний день проходят службу в уголовном розыске Общая сумма подарка составит 165 тысяч рублей Напомним, ранее глава МИД Японии подарил нашему министру иностранных дел торт в виде футбольного мяча Форб составил рейтинг самых надежных банков в России Как стало известно, первое место в списке занял Росбанк На втором расположился Юникредитбанк, ну а на третьем Райфайзенбанк Ни для кого не секрет, что все они являются так называемыми точками иностранных учреждений Калининградских бизнесменов тем временем поддержат материально Местные власти заявили, что отложили для них 400 тысяч рублей А все для того, чтобы выдать поручительство по кредитам Отметим на сегодняшний день, оно является платным и составляет от 1,5% до 1,5% годовых Тем не менее, представление поручительства является беззалоговым Всего с его помощью в минувшем году в наш бизнес привлек 650 миллионов кредитных средств Стали больше тратить, а все потому, что больше зарабатывают Реальные доходы калининградцев выросли на 0,2% Такие цифры озвучила министр экономики Нинель Сологаева По ее словам, в минувшем году зарплаты наших земляков превысили уровень инфляции Это, в свою очередь, привело пусть и к небольшому, но росту объемов торговли и услуг Партнер рубрики «Бизнес новости» строительная компания ТМК Калининград Официальный дилер производственного предприятия «Тамак» Евро и доллар снова растут Предлагаю узнать, сколько будет стоить валюта на этих выходных Курсы валют на выходные Доллар США 57 рублей 10 копеек Евро 70 рублей 43 копейки Польский злотый 16 рублей 69 копеек Первый городской продолжает следить за новостями в Инстаграме от первых лиц города и области Одними из самых активных пользователей остается Антон Ореханов На этот раз он опубликовал пост о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве Точнее, о ее решении предлагаю узнать подробнее Два режима чрезвычайной ситуации и порядка 300 миллионов ущерба Губернатор напомнил о непростой ситуации, которая сложилась из-за проливных дождей в сельском хозяйстве осенью прошлого года Чтобы решить эту проблему, он вместе со специалистами выехал в Славский район Далее цитата Путь длинный и непростой, но за счет в том числе и федеральной поддержки будем действовать системно и эффективно Также восстанавливая утраченную инфраструктуру Конец цитаты Ну и как калининградцы отметили Всемирный день поэзии и почему Ленинский проспект стал самым фотографируемым местом в городе Покажем и расскажем прямо сейчас в лучшей подборке фото и видео из социальных сетей Партнер рубрики «Социальные сети» Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» В Калининграде прошла очередная операция «Лебедь» На этот раз помощь потребовалась пернатому по кличке Ленчик Как рассказали авторы видео и по совместительству волонтеры Несколькими днями ранее они забрали замерзшую птицу с Ленинского проспекта В итоге, выходив, ее вернули на прежнее место Март в Калининграде он такой И пускай Новый год наши земляки встречали без снега, весной осадки не заставили себя долго ждать Видео уже собирает сотни просмотров Оно и неудивительно, ведь подобная картина для нашего города – большая редкость Попса дробит шрапнелью наши души Ее за это не привлечь к суду Часть поколения выросла на чуши и новая рождается в бреду День поэзии закончился, но только не для наших талантливых земляков На ваших экранах Денис Панфилов Пользователи оценили Прочтение стихотворения Валентина Гафта на отлично Место съемок тоже сделало свое дело Все же цветной город лучше серого Убеждены сотни калининградцев Оставив свои восхищенные комментарии под этим фото Реконструкция Ленинского проспекта вышла на финишную прямую Горожане надеются, что гости города также останутся в восторге от увиденного Партнер рубрики «Социальные сети» Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» Ну и теперь пришло время для нашей постоянной рубрики «Загадки животных», Которой корреспондент Анастасия Коневец рассказывает о жителях Калининградского зоопарка И раскрывает все тайны животных Партнер рубрики «Зоожизнь» сеть зоомаркетов «Лапки» Каждую пятницу в эфире Первого городского канала Мы рассказываем интересные факты об обитателях Калининградского зоопарка В этом выпуске вы узнаете, что такое программа опекунства животных И как стать ее участником Программа опеки в зоопарке уже достаточно давно С 2010 года Но сейчас уже в последние годы она более активно набирает обороты Сейчас на сегодняшний момент это уже более 50, около 60 даже организаций и физических лиц Которые участвуют в нашей программе Чтобы стать опекуном, первое, что надо сделать, это выбрать одного из обитателей зоопарка Выбор может быть как и личным предпочтением, так и символ компании Которая собирается взять животное под опеку К примеру, буквально в начале этого года под свое опекунство взяла Львов одна из ветеринарных клиник Ее сотрудники внимательно следят за судьбой животных Для нас большое удовольствие участвовать в возрождении, посильно хотя бы участвовать в возрождении зоопарка Я с детства сюда ходил И для меня прямо радость и отдушина, когда я вижу, как он начинает восстанавливаться И приятно в этом участвовать В зоопарке есть и те животные, у которых пока нет опекунов И ими может быть каждый из нас В зависимости от размера финансовой помощи зоопарку Опекуны имеют право приходить в зоопарк ежемесячно То есть мы выдаем билеты пригласительные, они навещают своих животных подопечных Смотрят за их состоянием, знают события их жизни Может быть рождение какого-то малыша Может быть просто приходят с семьей, с детьми То есть активно принимают участие, интересуются жизнью животного, своего подопечного А чтобы стать опекуном животного или просто навестить обитателей Калининградского зоопарка Приходите на проспект Мира 26 с 9 до 18.00 Партнер рубрики «Зоожизнь» сеть зоомаркетов «Лапки» Синоптики обещают теплые выходные Как провести последний уикенд марта с пользой для здоровья И не только. Корреспонденты Первого городского подготовили дайджест самых интересных, по мнению редакции, событий с субботы и воскресенья Далее о каждом из них расскажем поподробнее Партнер рубрики «Планы на выходные» сеть ресторанов «Макдональдс» Любишь кататься? Люби и во флешмобах участвовать В субботу халининградских владельцев двухколесных призывают поддержать крупнейшую экологическую акцию «Час земли» Организаторы обещают, что маршрут не выйдет за пределы города Сбор в 8 вечера у памятника Шиллеру Финиш запланирован на половину 10 вечера В этот же день, но только в 15.00, историко-художественный музей приглашает всех желающих стать участниками весеннего бала Цитируем авторов «Это праздник, где вы сможете забыть о ходе времени и ощутить дух давно минувших эпох Заинтриговали? Тогда скорее готовьте вечерний наряд и перчатки Это обязательный дресс-код Любителям подышать свежим воздухом, при этом не проявляя особо физической активности, тоже будет чем заняться 24 марта в Правдинском районе отпразднуют весеннее равноденствие В программе обряды, забавы, кухня и многое другое Билет можно приобрести на месте, его стоимость 200 рублей Начало праздника в полдень в историко-природном парке средневековое городище А уже в воскресенье любители усатых и полосатых ждут в ботаническом саду Ведь наступила весна, а значит пора знакомиться с главными мартовскими животными – котами В программе рассказы о породах, советы специалистов, а также показ летней коллекции для четвероногих Всех желающих ждут в здании Лектория в 12.00 Ну а те, кто предпочитают собак, могут отправиться в ладушки 24 и 25 марта в местном лесу пройдут гонки на собачьих упряжках Организаторы обещают сложную трассу, разнообразную вечернюю программу, вкусную еду и возможность пообщаться с заводчиками Начало в 10 утра – вход свободный Партнер рубрики «Планы на выходные» – сеть ресторанов «Макдональдс» Ну и если верить опросам, пятница – самый любимый день, горожан – так ли это? На самом деле мы решили узнать у калининградцев и вышли на улицы города, чтобы спросить у них, а что хорошего произошло в вашей жизни сегодня Партнер рубрики «Хорошие новости» – магазин канцелярских товаров «Аллагон» Ну вообще жизнь прекрасна, удивительна У меня, я вышла на пенсию наконец-то, долго думала, работать или остаться У меня три внука, у меня муж, у меня много интересов в жизни, увлечений, поэтому я счастливый человек Великолепное настроение, весна, огород, сады Ну на работе все хорошо Новый год, день рождения и наконец-то наступило тепло Весна У меня будет ребенок летом, это самое лучшее, пока что со мной произошло Весна, тепло, лето, скоро она поздно полетит Работаем, работаем, играем в спектакли, выступаем в концертах, вот, поэтому все замечательно, все хорошо Партнер рубрики «Хорошие новости» – магазин канцелярских товаров «Аллагон» Придет ли в Калининград долгожданное тепло или убирать зимние куртки еще рановато? Наш эфир завершает прогноз погоды В Калининграде 24 марта плюс 6 – малооблачно 25 марта плюс 9 градусов ясно без осадков 26 марта плюс 10 – малооблачно В Гданьске 24 марта плюс 7 – малооблачно 25 марта плюс 9 – ясно без осадков 26 марта плюс 10 – малооблачно В Вильнюсе 24 марта плюс 5 – облачно 25 марта плюс 7 – малооблачно 26 марта плюс 9 – ясно И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий То обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 Но я напоминаю, что теперь свежие выпуски «Служба новостей. Город» Выходят в 20 часов 18 минут На этом я с вами прощаюсь В студии работал Алексей Колодкин И хороших вам выходных Генеральный спонсор службы новостей «Город» Сеть аптек – аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге Как аптека для бережливых заботится о вас